О, ребят, погода настраивается, прикидывайте, с утра такой ночью шоу, такой дожди опять нас залило. Блин, все, солнышко, 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 с завтрашнего дня, ребят, все, идем на море. Идем на море купаться, хорош, короче, хорош. Вон, видите, все отлично, я даже кроссовки с собой взял. Короче, вообще, говорит, а то в сапогах, блин, ну жесть нам, а то будет вот такая жарящая, ноги закипят, сгорю на работе. Что-то налаживается, что-то у нас налаживается, но меня все убеждает. Бригадир говорит, Игорек, сентябрь будет просто у нас охрененный, и сентябрь, и начало октября будет просто обалденный. Я говорю, воин, твои слова, да богу, в уши, и все будет замечательно, не ссы. Так что все, все налаживается, погодка налаживается. Так, перед нами Скулина, не Скайлайн, а Скулина, чтобы вы знали. Не Кэмри, а Кэмри, блядь. Ну, все, все, все по стандарту, ребят, да. Рактиз, рактиз, ай, блядь, блядь, усы все, блядь. Да, Скулина куда-то летит. Да, поехал. Так, все, едем, короче, за документами в офис. У нас сегодня где-то в пределах десяти заявочек, надо бам-бам-бам все сделать, поедем на Калину Мол, как обычно, там одна коробка. Ну, я думаю, там проблем не будет с ней. Последнее время там вообще отлично все. Так что летим, волосики назад, все нормально. Так, сейчас еще будем подъезжать там, посмотрим, что у нас творится на Снеговой. Хоть немножко там что-то сделали или нет. А то в городе, конечно, друзья, дороги размыло просто жесть. Но, передали, что это рекордное количество рассадков у нас выпало в этом году. Может быть, ну, имеет в августе месяце. Может быть, может быть, да. Я в августе такого не припомню. В августе всегда у нас был приличный месяц. Так что, пока едем, ребят, едем, смотрим. Так, море продолжается. Ничего себе, здесь вообще затопило на Камской труба. Надо осторожненько людям ехать, да. Охренеть, охренеть. Да, если больше груз пойдет, он, конечно, может подзатопить легковушки. Смотри, где что. Да, 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 да. Есть такое. Нальи вода. Отлично, отлично, отлично. Ну, я думаю, на этом все закончится. С сегодняшнего дня хорош. Хорош воды. Дома все сыро. Вот, ребят, вы как-то говорили, я хотел на эту тему поднять там. Да зачем тебе там теплые полы, ты делаешь ремонт, ты что там с ума сошел там? Друзья, вот для чего нужно теплые полы. Влажность просто не уходит. И так бывает 12 месяцев в году. Вы что? У меня и так, вот я на полу сплю, у меня подушка одеяла, вот сегодня надо, не знаю, подсушить как-то, солнце будет. Все влажное, ложишься, короче, просто все влажное. И как? А так ты включил, хоть носки, ноги подогреешь с носками, блядь, и то более-менее. И лежишь вроде тепло. Как, вы что? Не-не-не-не-не-не. Горячей воды до сих пор не включили, уже сколько месяцев. Ну, как ты мне спринтер надоел, блядь, а? И это... Ой, Маркушник, Маркушник, ты куда едешь? Да-да-да-да-да-да. Да, смотрите, сегодня тут пробки нету. Удивительно. Наверное, люди решили здесь по объездной ехать, потому что там у нас же катастрофа была. Сейчас посмотрим. Видите, никому нет. Почти. Так что вот для этого и нужны теплые полы, друзья. Потому что, смотрите, какая у нас погода. Все, влажность. Все, блин. Каждый день дожди. Ну, как из этого? Не-не-не-не-не-не. Как я повторяюсь, горячую воду до сих пор не включили. Как отрубили, ребят, уже месяц вообще нету. Ее отрубали, потом включили на три дня, потом опять вырубили, потом опять на три дня включили, сейчас опять вырубили. И вот так вот. Ну, да, поменьше народу стало ехать, но все равно там. Ну, что ты стоишь-то, смотришь на меня, блядь. Блядь, тоже, блядь. Да, там, походу, ничего не сделают. Сейчас подъедем, посмотрим, ребят. Да, что-то опять народ разворачивается. Что там? Еще хуже там стало на тещином языке, что ли? Тут вроде проезжает немножко, вода спала. Ну, и откачивают. Я смотрю, там несколько машин стояло, откачивают эти. Ливневки чистят, откачивают воду с колодцев. Ну, что-то все встало. Бам-бам-бам. Ладно. Да, тут немножко вода спала, ушла, короче. Засыпали, видишь, щебенка, ребят. Щебеночкой немного засыпали, ну, как бы сгладили немного. А так, конечно, жесть. Жесть, жесть, жесть. Так, что-то тещин в язык стоит. Наверное, может, там этот поезд идет. Ну, вот. Как-то так, как-то так. Ладно, ребят, едем, едем, смотрим. Так, на ней буду отгрузился, друзья. Сейчас еду на Сафоново. По объездной, на Воропаево, под мостом, где у нас все тонут. Ну, сейчас вода уже ушла, сейчас нормально все будет. Оп, оп. Ну, у нас солнышко, как меня это радует. Солнышко радует вообще просто. Мы уже, честно говоря, соскучились. Ой. Оп. Все будет зашибись. Ха-ха-ха. Все будет зашибись. Сейчас вода уйдет. Передали 19 градусов тепла. Температура воды 21 градус. Так что купаться можно вовсю. Без всяких проблем. Сейчас главное, чтобы все подсохло. И можно лететь. Волосики назад. Опа. Так. Мне там кто-то скидывал и говорил, что к нам приехал Давыдович. Ничего себе. Да. Ну, у нас времени нету. Приезжать на такие мероприятия. Он, наверное, где-то анонсировал эту тему. Что он приедет в Владивосток. Где-то будет, наверное, с подписчиками встречаться. Но у нас нет времени. Так можно было бы, конечно, по хайпу бы сходить. Посмотреть, заснять бы. Было бы так прикольно, конечно. Но. Опять это но. Бывает, бывает. Ничего страшного. Выйдем в топы. И так встретимся. Он сам к нам приедет. Скажет. Ведь надо к Николаевичу приехать в гости. Так что. Как-то так. А больше никак, ребят. Посетил, значит, посмотрим. Может, зайду на сайт, посмотрю. Все равно будет что-то заснимать. Может, на наш зеленый угол заскочит. Посмотрит автомобильчики. С правым рулем. Может, что-нибудь скажет. Опа. Так. Тут пробочка. Ну, ничего не поделать. Так. Нам надо будет на Сафоново. Потом на Шилкинскую. Потом две заявки на Красного Знамени. Потом нам надо ехать на Селену. Вот как-то так. Как-то так. Потом, что же я еще... Вы мне там, ребят, писали. Писали, писали. Блин. Вспомнить, не забыть. Вспомнить, не забыть. Что вы мне там писали. Я уже так, как всегда, прочитаю. Потом забуду. Игорь, говорит, почаще читай журналы и газеты, чтобы не тупить. Ну, да. Надо, надо. Надо. Чтением нужно заниматься, конечно. Чтобы словарный запас был. Ну, и так все равно, конечно, когда общаешься, даже просто по телефону разговариваешь, все равно вспоминаешь какие-то слова. Но нужно общение. Нужно, да. Нужно все-таки с умными людьми общаться. С умными людьми общаться. Ай-яй-яй-яй. Где же их взять-то умные люди. А, вчера, ребят, смотрел, короче, этого, как его, Александр Шлеменко, короче, там вышел ролик у него какой-то, я на него подписан. И он там анонсировал такую тему, что в плане, вот, говорит, я, говорит, живу, он с Омска, он, говорит, у нас там на районе, говорит, вчера, говорит, вышел погулять, говорит, там с ребенком, говорит, просто был в шоке, говорит, что у нас, говорит, люди, говорит, там с детьми ходят. И женщины, и мужчины курят, пиво пьют. Блин. Да, я представляю тебе, человеку, который занимается всю жизнь спортом, конечно, дико это все кажется. Но это было испокон веков так. Вот я сколько знаю, испокон веков. Ну, кто-то говорит, что стали меньше курить, что стали меньше пить, но я этому сильно не верю. Мне кажется, все-таки люди как выпивали, так и выпивают. Да. А культуру людям приучить, ну, это просто дело очень много. Людям приучить культуру. Начнем с того, что людям очень, ну, как выразиться, ну, блин, ну, не знаю даже. Опять вот это говорит, что вот это вот цены нормальные, зарплаты у вас маленькие. Ну, конечно. Все, это же не от нищеты. Что, люди бухают, курят, что это? От нищеты. Все. Если бы у человека хватало денег отдыхать, ходить на культурные мероприятия, еще куда-то, с чего бы он бухал бы, он и пил бы, и курил бы, он бы в кино бы сходил, не знаю, в театр сходил, попробуйте сходить в кино или в театр, сколько это денег стоит. Или на какое-то мероприятие, не знаю, там, во дворе спорта сходить, или ребенка записать там на спортивную секцию, сколько это денег надо, ну, вы все прекрасно без меня знаете. А то, что, как он выражается, геноцид народа, да, что у нас, у нас тоже пивнушки на каждом шагу, у нас пивнушки зайдешь, вот, у нас вот даже надо будет как-нибудь прогуляться просто, и посчитать, сколько у нас этих пивнушек, просто по одной улице русской, сколько этих пивнушек, да, на каждом шагу, одна стоит вторая, третья, не говоря уже про магазины, в которых тоже продают и алкоголь, и пиво, и сигареты, и тому подобное. Блин, ну, а начинать с того, что запрещать, ну, запрещали, ну, Горбачев запрещал, ну, и что от этого лучше стало? Люди стали просто гнать самогонку, пить всякие хренатень, травиться, умирать, и, блин, это тоже не дело, да. Я понимаю выбор каждого, но, чтобы приучать к культуре, это все-таки тоже зависит от государства, много зависит от государства, да, начиная со школьных, с детских лет. Ну, и не будем забывать, что родительский контроль, он тоже должен существовать, в первую очередь. Конечно, от родителей зависит, да, согласен. Да, 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 да. Ну, все, мы едем, ребят, едем, 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 смотрим. Давайте, 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 пацаны, пацаны, ну, что вы, пацаны, блядь, ну, что вы, пацаны. Так что, вот как-то так, это мое мнение такое, да, чтобы приучить людей к культуре, все-таки это, да, нужно быть досадок. Ну, а с другой стороны тоже, где не пьют бы, что в Америке не пьют, или там, я не знаю, там, в Германии, Финляндии, блядь, она тоже запивается, тоже бухает. Ну, может быть, на душу населения, может быть, и поменьше, чем у нас, ну, не знаю, не знаю, не знаю. В этом тоже каждый решает для себя, ну, я вот тоже вот курю, так, блядь, тоже себя виню за это, что я курю. Что там, что там, что там, пи-пи. Ну, все, ребят, едем, смотрим, а тут вот сейчас выруливать. Очень сложновато. Ну, да, тут водички тоже достаточно нософонного. Блин. Да, прилично, прилично. Главное, не встрять ни в какую яму, друзья, а так-то на газелюшке там и на газелюшке там мы проскочим. Да. А у меня бы, если бы я ездил на Тойоте, на Таланасе, у него, ребят, фильтр снизу прямо, под левым колесом, прямо снизу. Я бы очковал, конечно. А на газелюшке, видите как, газелюшечка, газелюшечка, вывозит. Да, газель вывозит, вопросов нет, ребят. Мне бы сюда еще кондиционер, и было бы вообще замечательно. И пару бы рессор еще сзади, и бампер поднять. Блин, ну вообще тут, ну, конечно, было бы красота. Грузовик что-то пошел на какие-то обгоны. Едь ты спокойно, блядь, куда ты, блядь, летишь, блядь. Олег, Олегович, блядь. Ну, кто же, блядь. Да, бам-бам-бам, ничего себе тут. Нормально, нормально. Тут подзатопило нормально у Сафонова. Давай, учебники, иди, иди, джиджай. Тут что-то, мини, по Джерико догнали немного, ну, бывает. Так, ребят, я приехал, короче, на Калину Мол, только документы отдал, как охранник подходит, говорит, иди все через диспетчерскую, относи свою коробку в Умане. Я ее отнес, бам-бам-бам, и все, и полетел. И полетел, и полетел. Ну, осталась одна заявка на Карбышева. И все. И мы будем отдыхать, и будет нам счастье. Какая пробка, йоп-па-расоте. И там по мосту тоже, что такое, что там включилось. Смотрите, какая проба. Из-за того, что там встали. Как бы нам не попасть сейчас. Конец рабочего дня. Оп. Вот так, вот так. За премию, йоп. За премию. А, там они тоже, блин, ребята, там гаишники стали, короче, эвакуировать, где мы... Тоже я здесь на луговую саранину ложу, короче, они тоже... Там стали всех эвакуировать. Че почем? Хотись мечом. Зачем? Почему? Непонятно. Ну, эвакуировать стали, короче. Сейчас надо будет осторожно как-то там. А то так встанешь. Ну, газель-то не эвакуирует, но все равно штраф могут прилепить. Поехали, поехали, пацаны, поехали, поехали. Че за фигня? Че за фигня-то? Оп. Блин, тоже пробку создают, блядь. Ёбанзи, блядь. Тоже, блядь. Выписали штрафы, 50 тысяч рублей, все, никто ставить машины там не будет. Все, 50 тысяч рублей, все. Сразу отучатся ставить машины там. Ну, там вроде знака нет. Блин, а, вон, знак висит, да, 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 да. Стоянка запрещена. Эвакуация. Поехали, поехали, блядь. Ну, нахрен, блядь. Поколебали, блядь. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Так. Что еще на повестке дня? На повестке дня одна заявка осталась, и все. И будет нам счастье. Так, блин, нам, как не знаю, как лучше-то поехать. Так как лучше поехать? Удачи на Боляева, тоже какая-то задница. А если мы поедем через Пушкинскую, там тоже какая-то задница. В общем, везде одна жопа. Везде одна жопа. Ладно, не будем уже тогда дергаться. Будем ехать, как ехали. Может, здесь тут немножко, а так-то вроде будет нормально. Посмотрим. Ну, все, мы тоже тут приехали в жопу. Сколько я не ломился, мы приехали в жопу. В общем, везде все стоит, ребят. Везде все стоит. Ай-яй-яй-яй. Ну, что тебе поделать, что поделать? Надо как-то ехать. Ты ехать, ебанзи. Будешь там всех пропускать, блядь. Никуда не уедешь, дай. Тут тоже все встали. Да, ребят, будем стоять, короче, полная жопа огурцов. Там тоже на третью рабочую, если ломиться, я думаю, там тоже. Вон они стоят. Так что будем стоять что там, что там. Что у нас за турбина турбовой. И не знаешь, куда лучше поехать. Да. Ладно, будем ехать. Короче, развернулся, ребят, оттуда. Там вообще на тещину языку невозможно ехать. Постоял, постоял, развернулся, короче. И поехал другими путями. Может быть, как-нибудь через Жигура, не знаю, как. Как-нибудь надо двигаться. А то что, простоишь, блядь, не знаю, сколько. Там тоже, смотрю, пробка все. Там пробочка. Лучше по Жигура на третью рабочую. Смотрите, рабочий на пути провод. Там хоть что-то как-то едет. А иначе мы простоем, и толку никакого. Лучше крюк сделаем. Крюк. Что мы тут так ломиться? Какой смысл ломиться? Какой смысл ломиться? Ну давай, еб, поймай. Лучше сделать крюк, ребят. Потому что никакого движения. Хотя там тоже можем встать на Народном проспекте. Ну посмотрим. Что гадать? Едем, 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 смотрим. Волосики назад. Нам нужно выполнить заявку. Срочно. Вчера тоже вечером поугарали. Пришел, короче, на склад. А у нас же этот... Пацаны там вдвоем остались. Жени нету. Стикировщица заболела. Они вдвоем, короче. Надо ездить керовать. Надо и собрать. Надо то-то, то-то. Тут еще дожди. Там, блядь. Я пришел, короче, у них уже пятки горят. Я говорю, пацаны, говорю, а помните нам, говорю, в каком-то году, я только устроился на работу сюда, нам даже выдавали на спецодежду. Средства выдавали. Там, я не помню уже по сколько там. По 700 рублей, или по 800. Ну, что-то типа такого. На спецодежду. Я им говорю, пацаны, все. Иду в контору, прошу, короче, деньги на спецодежду, блядь. Хоть кроссовки купите. Лабутены по 500 рублей, блядь. Не то, блядь, уже кроссовки сгорели, блядь. Как давай там ржать с ними, блядь. Они уже тоже там у меня устали. Вообще просто, блядь. Целый день по этому складу. Туда-сюда, туда-сюда, блядь. Еще секеровщиц нету, кодорщиков нету, блядь. Полная, блядь. Задница им там тоже, блядь. Я хоть здесь мотаюсь, хоть езжу, с вами общаюсь, видосики запиливаю. Там где-то постоял, где-то там кофейку попил, где-то водички, туда-сюда какое-то разнообразие. Они, блядь, целый день там, в этом складе, представляете, там с девяти до шести, блядь. И никуда, блядь. Блин, я, наверное, не смог бы. Хотя люди привыкают ко всему. Это ерунда все. Смог бы, не смог. Хорошая бы зарплата была бы, смог бы, куда бы делся. Ничего тут не едем, я ничего не могу понять, блядь. Че вы сопли-то, вы жуете, блядь. Кольт этот плюс, кольт, блядь. Такой автомобиль берился, блядь. Той берье, блядь. Вчера тоже Серега с Краснодара звонил. Серега, привет тебе. Да и всем, ребят, вам привет, всем здоровья крепкого. Звонил, кавычу, ржали, мы там с ним по телефону, короче. Он хоть меня под вечер развеселил, блядь. А мы что-то с ним разговорились по поводу автомобиля опять там. по поводу осмотров, досмотров там, туда и сюда, блядь. Ай, блядь, он как давай ржать, нахуй, с ним, блядь. Я говорю, да ты хоть ее смотри, не смотри. То, что ты еще научишься осматривать, ты еще сумеешь еще только увидеть. Что нам попадаются все пешеходы, ебанзи, блядь. Откуда вы беретесь, блядь. Кота она, а нет, собака, блядь. Что собака, что кот, блядь. Одно и то же, блядь. Блядь, собаки сейчас как коты. Коты как собаки. Хрен поймешь, блядь. И давай мы там с ним угорать, короче, по этим машинам. Я говорю, да. Как бы ты ее там не осматривал, каким бы ты там специалистом не был бы, все равно ты берешь бэушный автомобиль, блядь. Бэушный. Что там говорить-то, блядь. Если он бэушный автомобиль, он бэушный, блядь. Если хочешь, блядь, без всяких косяков машину убрать, иди, значит, в этот, в автосалон, покупай машину, если у тебя деньги позволяют. И все, и будет тебе, блядь, хорошо, блядь. А то там рыжики нашли, там чижики нашли, блядь, там, блядь, колесо потнуто, там, блядь, царапина на бампере, там еще что-то, блядь. Вот, блядь, он как давай вчера ржать, блядь. И в итоге он мне так говорит, да, сколько не бери, и все равно тебя наебут, как мы давай ржать, блядь. Ай, блядь. Конечно, обманут, ебанзи, блядь, все равно. Захотят, все равно обманут. Я же помню, блядь, пацаны, там, блядь, не знаю, откуда они там, с Краснодара, с Читы, откуда там, с Тюмени, блядь. Они там приехали, автомобиль купили, потом через полчаса приезжали, блядь, пацаны, ну что за хуйня, блядь. Говорит, в машине даже, блядь, бензобака нету, блядь. Как мы давай ржать, нахуй. А куда вы, блядь, смотрели, ебанзи, блядь, ебанзи. Даже я где-то в этом, в видосике, в интернете где-то видел, там тоже мужики зимой там купили автомобиль, короче. Они вообще купили его без радиатора, блядь. Ай, блядь. Говорит, зима, блядь, хорошо, что зима, говорит. Говорит, ну что, такая, говорит, холодильная, а мы закипаем, что за хуйня, начали смотреть. Радиатора-то нету, блядь. Ой, блядь, там тоже хохма, блядь, вообще, блядь. Что только не продают, блядь, да. Ладно, ребят, тут в пробке, короче, в жопе, короче. Еще, блядь, добираться и добираться. Ну, время полчетвертого, но все равно. Так не хочется времени убивать, ну, никуда не денешься, блядь. Что там проба, что тут проба, блядь. А сейчас везде, короче, пробка, блядь. Сейчас тут, смотрите, рабочий пробка. Потом, блядь, на путепроводе пробка, короче. Все мы сегодня в пробках, ребят. Первый день тепла. Отлично, отлично, блядь, отлично. Дай бог, чтобы хоть погодка настоялась. Ну, вот как-то так, как-то так. Ну, все, ребят, едем, смотрим. Продолжение следует.